Добрый вечер! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360, студии Наталья Кузьмина. И вот некоторые темы выпуска. Если где-то есть какие-то недочеты и так далее, не стесняйтесь, тоже говорит. Рашид Нургалиев проверил, как идет строительство центра спортивной гимнастики в ходе рабочего визита в Карелию. К этой доске сейчас еще идет волшебная штука, о которой очень давно я мечтала. В поселке Ледмазера-Муизерского района появилась новая современная школа. Есть несколько людей, несколько участников работы, которые действительно впечатлили. Сегодня встали известны имена финалистов проекта «Лидеры Карелии». В Карелии с рабочим визитом находится заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В программе поездки в Беломорский, Кемский и Сегежский районы. Одним из первых мест посещения стал будущий центр спортивной гимнастики в Петрозаводске. Рашид Нургалиев всегда лично контролирует ход работ. Сегодня подрядчики рассказали, что уже 8 сентября ждут специалистов Федерации спортивной гимнастики России. Они начнут монтировать первое спортивное оборудование. Подробности у Анжелы Маркевич. Рашид Нургалиев осмотрел холл, спортивный зал, раздевалки и душевые. В холле заместитель секретаря Совбеза предложил разместить галерею лучших спортсменов республики. Очевидно, строительство объекта находится в завершающей стадии. Новых сроков открытия центра в этот раз не называли, однако подрядчик заверил, все идет почти по плану. Около 40 рабочих трудятся в две смены, чтобы успеть, как и планировали, к 30 сентября. А что из того, что нужно, еще не закуплено или то, что требует такого форс-мажора? Это асфальт, это оборудование для ИТП, остальные все позиции, можно сказать, уже почти все закуплено. Асфальт или дорогу будете еще делать туда, то, что вот приезжаешь? По территории. Нет, по территории. По территории? По территории, да. Вокруг, да? Да. Подездная дорога делает город, а по территории асфальт. А это синхронизировано, что в город асфальт, то есть, да, синхронизировано все, да? Эта стройка – крайне важный объект для республики. Строительство центра ведется в рамках работы Госкомиссии по подготовке к столетию республики. Открытия ждут и спортсмены, и тренеры. В 16-е я думала, что я при своей жизни не доживу до этого. Вы просто смотрите и все принимайте, потому что эксплуатирую все это вам, чтобы все было выполнено на уровне. Если где-то какие-то есть недочеты и так далее, не стесняйтесь, тоже говорите. Пока мы здесь, мы должны все это устранить. Первая зима, надеется, Рашид Нургалеев, станет показательной для оценки качества выполненных строителями работ. Анжела Маркевич, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. Развитие медицинского кластера на северо-западе Карелии продолжается. В районах республики открываются новые ФАПы, поступает современная медицинская техника и автомобили скорой помощи. Развитие медицины в условиях севера стало одной из тем, обсуждавшихся в ходе рабочей поездки главы Карелии в Костомукшу и Муизерские районы. Расстояние от ближайшего посёлка до райцентра в Муизерском районе исчисляются несколькими десятками километров. Добавьте сюда непростую ситуацию с дорогами, и вы поймёте, что на первый план выходит то, что называется логистикой. Три года назад, когда материально-техническая база Муизерской больницы не соответствовала лицензионным требованиям, 80% пациентов вынуждены были отправляться на лечение и процедуры в Костомукшу. В 2015-м две больницы объединили с административным межрайонным центром в городе Горняков. В течение трёх лет немалые средства направляли на то, чтобы привести в порядок всю систему оказания медицинской помощи в Муизерской ЦРБ, ПАПах и амбулаториях. Костомукша является головным учреждением для Муизерского района. Мы помним, что несколько лет назад было произведено слияние двух медицинских учреждений – Муизерской районной больницы и Костомукшской путём присоединения. И, конечно, мы сейчас оценили результаты этой работы, и в целом оценки положительные. И самое главное, что решён вопрос с медицинскими специалистами. Но я только приведу такие примеры сегодня. И благодаря, конечно, новым условиям, которые предоставила Костомукшская больница, и благодаря программе «Земский доктор». Вот в Муизерке, например, работают два стоматолога, два гинеколога, врачи-терапевты полностью, педиатры. Глава привёл ещё один из примеров слаженной работы. В начале августа в результате своевременной диагностики менингита, быстрой доставки в Петрозаводск, санитарная авиация и ребёнок получил квалифицированное лечение и даже смог вовремя начать учебный год. Артур Профенчиков поручил поощрить врача, который правильно поставил диагноз и оперативно принял верное решение. Был вызван своевременно вертолёт санитарной авиации, ребёнок был доставлен в республиканскую больницу, и сегодня он пошёл в школу. Вот это тот случай, как должна работать сегодня медицина. Но так не бывает, чтобы глава Карелии приехал и не дал новых поручений. В Муизерской больнице запланирована реконструкция тепловой системы. Будут поставлены три теплоузла, оснащённые автоматической регулировкой подачи тепла. А к самой больнице будет вести заасфальтированная дорога. Андрей Раев, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. Впервые за 10 лет в Карелии в посёлке Ледмазера Муизерского района появилась новая школа. Её построили вместо аварийного деревянного здания. Школа рассчитана на 330 мест и адаптирована для детей с ограниченными физическими возможностями. Чем ещё отличается новое учебное заведение от тех, что уже существует в республике, расскажет Андрей Раев. Для жителей посёлка Ледмазера открытие подобной школы – событие поистине космического масштаба. Такого в республике, а тем более в лесном посёлке, ещё не было. Здание построено по самым современным технологиям. Здесь не только просторные светлые классы и привычный по нынешним временам Wi-Fi. На входе встречает подключённый к интернету информационный киоск. Рядом видеопанель с роликами о жизни школы. Чуть подаль можно подзарядить телефон любой доступной модели. В классах самое новое оборудование, учебные пособия, электронные доски. В библиотеке, кроме книг, компьютеры, на каждом этаже лифт для детей с ограниченными возможностями. Сразу после торжественной линейки – главное событие дня – экскурсия по зданию, в котором всё так ново и незнакомо. Вы дальше подводите всё к компьютеру и на доске электронной у нас показывается эксперимент в реальном времени. К этой доске сейчас ещё идёт волшебная штука, которую очень давно я мечтала. Всегда в учительской газете облизывалась, читая учительскую газету, где предлагают самые рекламные. Это документ-камера. Документ-камера помогает, во-первых, считывать текст, если надо, во-вторых, ту же самую лабораторную работу, если я демонстрирую на столе, её можно продемонстрировать на экране. Уже прошли кабинеты информатики, общесознание, биология. Очень хорошие кабинеты, оснащённые, всё. А у вас кто здесь будет учиться? Две девочки. А в каких классах? Две девочки. Седьмой и третий. Сын тоже пойдёт сюда? Да, конечно, пойдёт сюда. Спасибо всем. Школа, словно инопланетная тарелка, откуда-то из будущего спустилась к тем, кто годами ходил в старую деревянную. Привыкать к новым условиям будут и учителя. Замечательная, что ты личный техник. Фантастика. Спасибо. Преподаватель математики Екатерина Бармина. Екатерина Евгеньевна преподает в посёлке уже 8 лет. Но перед приходом в новое здание волновалось, наверное, не меньше учеников. Очень долго мы там работали. На самом деле здание было очень узко. Все узкие кабинеты, тёмные. Очень много было народу. Нам было очень тесно. Тут намного светлее. Здесь тепло, очень комфортно. У меня был там очень холодный кабинет. У меня есть интерактивная доска, которая работает абсолютно руками, можно и, получается, карандашом. Есть документ с камерой. Есть свой компьютер, колонки, принтер. Всё полностью оборудовано на место. Мне кажется, детям будет приятно в таком кабинете чистым и светлым заниматься. Артур Парфенчиков вместе со всеми обошёл школу, осмотрел каждый класс. Впечатления самые хорошие. Это чудо. Реально чудо. И это очень знаменательно, что вот такая самая современная школа открылась именно в карельской глубинке, в посёлке Ледмазера. То есть не в Петрозаводске, даже не в каком-то районном центре, а именно вот достаточно далеко, что называется, от нашего Петрозаводска, даже от каких-то крупных городов. Это говорит вообще о векторе, который мы будем выдерживать с точки зрения развития нашего образования. А ещё глава признался, что уже дал поручение. Через несколько месяцев будет готов проект строительства нового школьного здания ещё в одном из карельских посёлков. В каком – пока секрет. Сегодня в Петрозаводске стартовало мероприятие для профессионалов в сфере закупок. Уже в пятый раз оно объединяет специалистов со всей России. Неделя госзаказа позволит изучить опыт коллег из разных регионов, услышать мнение экспертов. Участники обсудят сложные вопросы правоприменительной практики при реализации 44-го федерального закона. Хотелось бы пожелать, чтобы обсуждение вопросов в рамках данного мероприятия было полезно и имело практическое применение, чтобы информация, полученная в регионе, могла обрести дальнейшее развитие и воплотиться в законодательные инициативы, направленные на совершенствование законодательствия и исправление сложных и спорных моментов. Кроме того, в рамках недели госзаказа в Карелии-2018 будет организован семинар по проблеме организации питания для образовательных и медицинских организаций. Результатом работы должна стать резолюция в адрес федеральных органов власти, которая будет содержать предложения по совершенствованию процедуры проведения закупок питания. Сегодня в карельском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы назвали имена финалистов проекта «Лидеры Карелии». Помимо Кубка и включения в кадровый резерв, победителей ждала еще одна награда. Каждого из них будет курировать опытный управленец, занимающий руководящую должность республиканского уровня. Кто из видных чиновников попробует себя в роли наставника, расскажет Эдуард Тур. Алексей Головинкин свои 26 лет руководит Петрозаводской управляющей компанией «Номер один». Ради участия в проекте «Лидеры Карелии» ему пришлось перенести даже медовый месяц. Зато итог работы – победа и вхождение в десятку финалистов. Вместе с женой они придумали инициативу. Предлагают развивать в Волонецком районе малоизвестное для страны туристическое направление – кемпинг. Так называют специально оборудованные лагеря для автотуристов с парковкой и местами для палаток. Кемпинг – идеальное бюджетное сочетание для туристов на автодомах и палаточных туристов, которое будет сочетать в себе и техническое обслуживание, и какую-то развлекательную часть, и вовлечение местных жителей в работу этого кемпинга. Уже в этом месяце Алексей должен встретиться со своим куратором. Ему в работе над проектом будет помогать заместитель премьер-министра по вопросам экономики республики Дмитрий Родионов. Также в числе наставников проекта – председатель законодательного собрания Карелии Элисан Шандалович, премьер-министр республики Александр Чепик и председатель общественной палаты Любовь Кулакова. Некоторые из руководителей следили за участниками еще с момента предзащиты. Есть несколько людей, несколько участников работы, которые действительно впечатлили. Я думаю, что это готовый уже проект, который может быть реализован практически в ближайшее время. И причем не только реализован точечно, но и распространен по территории республики. Очные встречи финалистов с кураторами начнутся уже в ближайшем месяце. До этого все участники проекта должны оформить документы на включение в кадровый резерв. С теми, кто не прошел финал, также продолжится работа. Их будут приглашать на обучение и различные семинары. Провести проект лидеры Карелии уже планируют и в следующем году. Эдуард Турсев, Гейбеляев, САМПО ТВ, 360. 4 сентября – день рождения основателя ансамбля «Кантели» Виктора Гудкова. Ежегодно артисты коллектива отдают дань памяти. Больше 10 лет в доме «Кантели» существует традиция возложения цветов к мемориальной доске Виктора Гудкова. В этот день республика вспоминает историю создания ансамбля и имена тех, кто стоял у истоков. Почтить память Виктора Гудкова пришли родственники. Цветы принес внук. Сергей Гудков никогда не видел знаменитого деда, но всегда восхищался его талантом и наследием. Ну, знал о том, что он основатель нашего ансамбля. Гордость определенная возникала всегда. Я еще в детстве всем рассказывал о том, что вот такой дед был человек выдающийся, знаменитый. Значит, Кантели – его детище. Ведь именно благодаря его усилиям в 1936 году появился национальный ансамбль Кантели. Появилось целое семейство хроматических инструментов Кантели от примы до баса. И мы имеем уникальное звучание нашего коллектива. В доме Кантели создан музей, где хранятся личные вещи Виктора Пантелеймоновича. Старинная цитра из рода Кантели и фотоаппарат. Много старых фотографий с первыми артистами ансамбля. На самом почетном месте – портрет молодого музыканта. Для гостей церемонии провели экскурсию. В этих стенах работает Александр Фролов, уникальный специалист по изготовлению концертных инструментов. Мастерская считается единственной на Северо-Западе, где делают Кантели по традициям 30-х годов прошлого века, заложенных Виктором Гудковым. Евгения Лёгкая, Борис Касьянов, САМПО ТВ 360. И это всё, о чём мы успели вам рассказать сегодня. Будьте с нами и до встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова